Как правильно распределять свое время, ресурсы, силы? Я скажу просто. Нужен график. Мы, когда думаем про силы, про время, еще мы как-то понимаем график, но на самом деле и силы, и ресурсы, они тоже идеально могут ложиться в график. Постоянно вас раздергивают разные всякие информационные поводы, мелочи, кто-то позвонил, кто-то что-то сказал, кто-то написал, где-то что-то горит, надо бежать туда делать и так далее. То есть вы все время находитесь в состоянии, когда вы не заняты конкретным делом. И ваши ресурсы, они распыляются. Но если вы в графике своем жизненном, вот как у детей график, детей учат графику, и там подъем, чистить зубы, и там дальше внесено все. Просмотр мультика, выполнение домашнего задания, прогулка, завтрак, обед, ужин. Все внесено в график. А взрослые вносят в график только встречи и какие-то обязательные мероприятия. Мы слишком находимся в агрессивной середине. Нам не дают ни на чем сконцентрироваться. Если у вас написано там, я не знаю, с 18 до 19 отдых и конкретный отдых, то есть, я не знаю, вы будете просто сидеть и медитировать. У вас четко вы все и время, и силы вы распределите, понимаете? А если у вас будет, надо будет сегодня помедитировать, и дальше вы целый день еще думаете, когда вам это получится, потому что у вас тут 5-10, а потом уже сели, не отключили телефон, и вам голос свыше говорит не «ом», а «бом-бом», понимаете? Это катастрофа, ужас, так не работает. Поэтому давайте, как маленькие дети, вернемся, собственно говоря, к графику. От подъема до заката. Все распределите, все свои активности, на что вы потратите время. И когда вы будете в соответствующем находиться временном слоте, полностью отдавайтесь этому, живите этим на полную катушку. И не позволяйте по каким факторам вас отвлекать от именно этой деятельности. И чем вы там все лучше раздробите, тем у вас будет по результатам дня ощущение правильности его прожития.